Всем здравствуйте. Я являюсь... Ну, во-первых, меня зовут Степан, да, как вы уже меня представили. Мне примерно 30 с чем-то лет, и сейчас я являюсь руководителем клуба экстремального активного отдыха X-Freedom. Вот можно было бы поставить видео вот это небольшое, ну, если уж мы его хотим показать, то можно сейчас его поставить. То, которое просто плавал. То есть это видео, оно немножко коммерческое, но у меня нет никакой задачи что-то продавать, просто показать нам, чем мы примерно занимаемся. Сегодняшний вечер, как заявлено, посвящен туризму, путешествиям, и как откуда вернуться. То есть я, скорее, по большей части. То есть я являюсь, можно сказать, таким небольшим экспертом по всем видам активного экстремального отдыха. И я, как бы, опираясь на свой опыт, вообще расскажу, как я к этому пришел, чем я занимаюсь, что мне больше всего нравится, и дальше уже в формате какого-то живого общения, если у вас какие-то будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. То есть вот. Да, можно поставить видео, я думаю, можно даже без звука, как-то на заднем плане, а я буду сихоньку... Ну, давайте сразу. Хорошо. Просто видео со сплава, как мы организовывали сплав. Это как бы основная наша деятельность весной и летом в том числе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Спасибо. Ну, я, как бы, много времени могу говорить, но постараюсь уложиться кратенько. То есть так же сложилось, что я вот руковожу клубом «Гсфридом», и у нас сейчас три основных направления. Это сплавы, походы, всевозможные вот такие вылазки, о чем я тоже сегодня буду рассказывать. Это у нас подавшие сертификаты и школу сноуборда. И горно слышать. Вот. И люди, часто как бы узнавая, чем я занимаюсь, они как-то очень так интересно реагируют и спрашивают, а как я к этому вообще дошел, почему я занимаюсь не какой-то там офисной работой, допустим, где-то в продаже, еще чем-то, а, допустим, организацией походов. То есть все воспринимают это как-то очень нестандартно. И вот, собственно, я хочу просто про себя чуть-чуть рассказать, как я к этому пришел, что мне самому нравится, и как бы вы уже можете там задать что-то вас интересующее по теме или не по теме. Это уже в вашем праве. Ну, началось все вообще когда-то давно с парашютного спорта. То есть я отношусь к тем людям, которые прыгали с парашютом, потому что я всех людей для себя делю на тех, кто прыгал с парашютом и на тех, кто хочет прыгать с парашютом. Кого не спросишь, все хотят, но не прыгают. А кто-то все-таки делает этот шаг. Вот я его когда-то сделал, напрыгал примерно 450 там с чем-то прыжков. То есть я даже сейчас не помню сколько. У меня был один отказ основного парашюта. Это такая для тех, кто немножко в теме, он понимает, что это такая интересная вещь. Когда ты прыгаешь, у тебя раскрывается основной парашют, а потом с ним что-то происходит, и ты как бы оказываешься в очень неприятной ситуации. Его надо отцеплять, раскрывать запаску. И как бы вот с этого все началось. Вообще вот вопрос от Веры поднялся по безопасности. И для меня парашютный спорт очень сильно повлиял как на формирование личности именно в плане отношения к жизни, наверное, вообще. Потому что этот спорт очень специфичен тем, что ты реально осознаешь, что ты можешь умереть. То есть если ты сделаешь что-то неправильно, ты просто можешь погибнуть. Вот без каких-то, это не где-то там далеко на картинках или у каких-то там далеких незнакомых людей, а это прямо у тебя. И ты знаешь, что если ты вот эту веревочку положишь не сюда, а вот сюда, произойдет неприятность. И это вообще как бы очень сильно меняет внутри себя сознание, и ты начинаешь очень ответственно вообще относиться в целом. К себе и к тому, что ты делаешь. И это очень хорошо. Я считаю, что это хорошо. Кто-то считает, что это опасный спорт, а я считаю, что он очень хороший. В плане рисков там ничего такого страшного нет. После парашютного спорта появился рок-джампинг. То есть это для тех, кто не знает, прыжки с веревкой с разных объектов. То есть мы прыгали с парашютом, потом где-то увидели, что можно с веревкой прыгнуть еще откуда. И вроде как говорят, это даже страшнее. И нигде в Казани этого не нашли. И как-то, значит, купили веревку, купили несколько карабинов, пришли на мост с парки Горького. Вот который там рядом с кладочным получается символичным. И с него, значит, прыгнули первый раз. И после этого как-то нам понравилось. Мы стали, значит, сами прыгать, организовывать это дело, осваивать новые какие-то объекты. Это у нас и в Ладилово было, и там 14-этажка ее достроили сейчас. И вот большие мы сейчас до сих пор прыгаем. Вот. И появился как бы вот этот вот ниша. Со временем она тоже уже себя так потихоньку начинаешь от нее вставать, потому что требует очень большого напряжения, концентрации, внимания. То есть ты отвечаешь за жизнь людей. И опять-таки ты понимаешь, что что-то ты сделал здесь не так, и будет опять неприятность. Поэтому это такое очень сложное достаточно занятие. И вот к Рокчампингу, в частности, добавились поездки в Камскую устье. Про Камскую устье я отдельно расскажу попозже, поскольку у нас как раз формат путешествия Татарстан. Это вот как раз про это. И в Камскую устье произошло мое первое, наверное, знакомство с пещерами. Вообще как-то пещеры мне очень понравились. Вот я об этом сегодня про них буду достаточно много говорить. Потом добавили сплавы. Сплавы по Марийке, по реке Ай. Это вот на видео была река Ай. По разным другим. По Белой и по Чусовой. В Карелию мы делали сплав. И как-то вот эта тема у нас добавилась. И вот параллельно появилась спелеология. То есть спелеология вообще это как бы изучение пещеры. Если правильно говорить, то мы занимаемся спелеотуризмом. То есть мы такие пользователи. Мы просто ходим и смотрим. И стараемся при этом ничего не испортить. И вот по спелеологии очень интересно было как бы процесс становления спелеотуризма. Да, если правильно. То есть я просто где-то... Вот можно сейчас фоточки, наверное. К сожалению, тут нельзя с кликера переключать. Вот там увидел в интернете фотку Сумгам. Такая есть пещера. Очень известная она, наверное, в узких кругах или в широких. Не знаю. Сейчас появится. Ну, давайте. Ну, можно промотать. Там были фотки про парашют. Раз мы их пропустили, то ничего страшного, я думаю. Сейчас она уже появится, я думаю. Вот. То есть... Нет, там прям есть вот самое первое. Это про Камского устья чуть-чуть. А там есть прям про Сумгам. То есть чтобы... Как бы я просто хотел про него рассказать. Про опять-таки свой личный опыт. Сейчас что-то появится. Это вот я на парашюте. Ну, не хочется это как бы превращать в просмотр личных фото. Рассказывать. А тут я. Тут я. Ну, это я говорил так по чуть-чуть. Да, это мы прыгали. Прыжки делали большие. Человек упал с веревкой. И чуть-чуть еще следующее. Это все Камского устья. А там, наверное, стрелочку можно нажимать. Сейчас не очень неоднозначно. Да, жалко нет кликера, но ладно. То есть решили мы как-то сходить с Умган. То есть это такая очень эпичная, я бы сказал, пещера. Представляет из себя отверстие огромное в земле. Ну, размером как отсюда, наверное, вот до стеклянных дверей. И по ширине вот примерно от колонны до колонны. Сейчас оно, наверное, уже появится. И просто я увидел фотографию, узнал, что там глубина 100 метров. И что там внизу еще много-много километров ходов не появляется. Ну, я тогда, Вера, буду рассказывать. Если появится, значит, хорошо. Если нет, ну, тогда уж извините, будем только на пальцах это все объяснять. Вот, значит, много-много километров ходов. Посмотрел на это, и мне прямо туда захотелось. И у меня не было тогда ни опыта, ничего абсолютно. Я не знал, как это сделать, куда бежать, к кому обратиться. Потому что без знакомых никто ничего подобного не делал. И просто кинул клич в интернете. У нас собралась команда очень таких, причем прямо набралась большая группа, как ни странно. Прямо вот, как, наверное, как у нас сегодня зал. Все пришли, и увидев эту фотографию, все захотели. Мы, значит, сели, разделили обязанности, кто чем будет заниматься. Продумали, кто будет снимать, кто будет там за еду отвечать, кто будет изучать это все. Потом мы в интернете поискали про технику СРТ. Ну, это не Сумган, лучше, конечно, было бы вот так, вот оно, наконец. Да, наконец получилось. То есть вот он, Сумган, да, то, что я говорю. Вот там вот в углу где-то стою я. Тимур там еще... Вот, это такая большая, очень эпичная дырка, можно сказать, не очень корректная. Вот, и захотел сюда попасть. Мы организовали команду. Было очень весело и интересно, потому что мы изучали по YouTube всяким видео, как туда спускаться, как ласить по веревкам. Значит, закупили опять снаряжение по этому же YouTube. Тренировались в том же парке гольфа, висели на мостике. И, собственно, дальше приехали туда. Туда еще добраться не так просто, надо найти катер, на этот катер погрузиться. Приехали мы туда где-то в ноябре. И, собственно, пришли и увидели вот это вот отверстие. И вообще, как бы, вот интересный для меня лично был момент, это такое стыковка, что ли, получается, между тем, что ты когда-то видео на фотографии смотрел, где-то там, а потом ты видишь своими глазами, и очень такое интересное впечатление внутри остается. Можно дальше промотать. Вот, то есть, можно еще чуть-чуть. Вот, это вид снизу, то есть, такая классная очень пещера, очень красивая. Если снизу смотреть, особенно. Многие спрашивают, в чем мы туда все, собственно, лезем вниз, что там такого есть интересного. Вообще, как бы, по-честному, интересного, наверное, не так. Вот прям много, то есть, сказать, что каждый туда залезет, и ему будет очень весело и хорошо. И это неправда. То есть, это очень специфичный вид. То есть, вот, там была фоточка, можно вернуть со мной, где я там в полный рост стою? Это вот есть такой известный анекдот, когда встречается водник, встречается альпинист и спелеолог, и друг другу хвалится. Значит, альпинист говорит, вот у нас там в горах так красиво, так красиво, но зато вот опасно, вот там камни летят, все опасно, но зато так красиво. Значит, водник говорит, у нас на речках такой экстрим, значит, брызги, тут бочки, всякие там перекаты, все так классно, но вот зато мокро, говорит. Ну, так прям экстрим, так супер. А спелеолог такой послушал их и говорит, а у нас, говорит, в пещерах темно, говорит, мокро, холодно. Ну да, говорит, темно, мокро, холодно, но зато так грязно, так грязно. Вот, ну, то есть, это вот иллюстрация, в принципе, как все это происходит. Можно дальше промотать, обратно к внутренностям пещеры. То есть, внутрь, когда спускаешься, там очень такой своеобразный мир, там прям вот какие-то космические пейзажи. Здесь, причем фотографировать в пещерах очень сложно, раз у нас тема, как бы, видеофестиваля, очень сложно. Поэтому есть, наверное, по всей России не так много людей, которые могут сделать качественные фото. И вот, чтобы вот это фото получить, там человек с фотоаппаратом прыгал и старался даже немножко. То есть, это просто так не сфоткаешь, иначе получится черное пятно и все. Вот такие марсианские красивые штуки на течное образование. То есть, очень-очень красиво. И, в принципе, вот все любители, я же сказал, не всем это может понравиться, все любители спелеологии, они обычно делятся на два типа, как бы. Но это тоже такое субъективное мое деление. То есть, те, кто ходят, чтобы посмотреть и насладиться каким-то эстетическим видом, и те, кто ходят, чтобы прям вот устать, я бы сказал, даже задолбаться. То есть, потому что определенные есть сложности. И вот, если мы дальше посмотрим, там должна быть про пещеру чуть-чуть. О, вот это я, Кутук-4 такая, тоже там рядом пещерка. И мы там залезли наверх такой, в окошко, и увидели там вот этот вот бассейн. И очень холодная ледяная вода. Ну, а я вообще мерзлявый сам по себе человек. Я так подумал, ну, что-то туда сейчас залезешь, вылезешь, еще обратно идти, весь замерзнешь, на улице зима. А потом подумал, когда я еще вот залезу в пещере, в озеро, еще и сфотографируюсь, поэтому вот получилась такая классная фотка. То есть, тоже очень интересные, необычные как бы места можно найти. И это не так далеко от Татарстана, это Башкирия, и поэтому все как бы рядом. Давайте чуть дальше. Это просто красоты местные. Можно тоже промотать. И это мы идем в пещеру Кендерлинской, как я понимаю. Тоже Башкирия. Очень интересная. Можно дальше. Мне какой-то секретный знак такой. То есть, в Башкирии вообще очень много красивых мест. Вот это у нас пещера Кендерлинская, зала Афлантиды. Чтобы туда пробраться, надо очень долго-долго карабкаться. По всяким меандрам, залезать, делать восхождение по веревочкам. Потом пролезаешь в узкое отверстие, вылезаешь. Там большой, очень красивый зал. Тут как бы тоже не видно, что он большой. Вот это вот озеро с чистейшей водой. И вот там тоже был интересный случай. Вот веревочка такая висит. И мы пришли туда, висит веревочка. А потолки, чтобы вы понимали. Вот это я уже на ней вяжу, на этой веревочке. Значит, висит веревочка, откуда неизвестно. Уходит куда-то вверх, и высота метров, наверное, 60-70. Ну, очень высоко. И как бы страшно, но хочется посмотреть, кто ее повесил и зачем. То есть я туда пожумарил, то есть стал подниматься потихонечку. Лез, 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 уже внизу никого ничего не видно. Долез доверку, в принципе. И дальше эта веревочка стала уходить куда-то за карниз, за край. Там я уже просто испугался. Но тоже интересное такое впечатление, когда по неизвестной, чьей веревке ты лезешь. Вроде как под тобой вода, может, это чуть-чуть успокаивает. Но это такое ложное, обманчивое ощущение. Можно дальше. И вот еще, да, про красоты и про разные как бы места мы ездили в пропащую яму. Очень хорошее название, мне оно очень нравится. Пещера сама очень хорошая. И когда ехали, то есть вот просто фотография без обработки, без всего. И очень красиво. Я не знаю, здесь, конечно, проектор всю цветопередачу не дает. Она просто на простом экране немножко покраски смотрится. Но прям очень красиво. Поэтому надо путешествовать. Не надо сидеть на месте. Надо все-таки искать, двигаться. И можно еще это фотографировать и снимать. Вот. Если дальше промотаем, там вот. Это вход в пропащую яму. Такая маленькая дырочка вообще вот прям. Вот, наверное, как вот эта вот тумба. Не больше. И, однако, туда спустившись, там еще три с чем-то километра ходов. Глубина, опять-таки, 90 метров, как обычно. И, что самое интересное, в этой пещере там нету ровных участков. Там вот негде просто идти. Там надо либо лезть чуть-чуть вверх, либо вниз, либо по каким-то камням подниматься. Очень такой у нее как бы механизм образования тектонический. То есть она образовалась за счет 9 тектонических плит. И очень такая непростая и сложная. И вот мы туда забирались. Вот дальше следующая фотография. Мы там жили. Да? Вот она. То есть, чтобы туда забраться, надо потратить очень много времени. Чтобы там еще куда-то пройти. И, получается, мы целый день туда забрасывались. Ввиду, честно говоря, у нас как бы опыт уже немножко был. Но по транспортировке грузов и по прочему, тут как бы мы не специалисты. Мы это делали так по-крумальповски. Поэтому мы тащили там баулы, все это спускали, разбивали лагерь. Вот тут не видно. Тут такая тоже зал. Единственный, относительно ровный. И, по-моему, вот после него я любую поверхность считаю ровной. Потому что подо мной там были вот такие камни. Камни выложены. Ну, как бы ровная поверхность, но из вот таких кулыжников. И теперь, где не ляжешь, везде очень даже комфортно. Вот. Погуляли мы по этой пещере. Еще день туда, день обратно. И, получается, три дня мы всего там были. Очень интересно. И она как раз из разряда, если вы хотите устать и как бы забраться вглубь. Вот то, что Михаил потом будет рассказывать, как оттуда выбраться. Вот. Вот примерно вот это выбраться. Ну, он будет рассказывать про лес, но здесь примерно так. Вот. Это я на выходе. На выходе была тоже очень красивая ситуация. Очень жаль, что не получилось сфотографироваться. Потому что я вылезала тут два раза. Сначала я вытаскивал баул с вещами. А потом я еще спустился и поднимал веревку. Все, поскольку самым опытным. И вот вылезаешь, видишь вот это отверстие над собой. И такие прям чистое-чистое небо. Ночь была и звезды. И вот кадр такой, очень тоже запомнившийся, наверное, мне на всю жизнь. Когда из-под земли через маленькое отверстие смотришь на звезды на небе. А еще и выдвум вес такой, вот как обычно, сходится вверху. И между ними звезды. Очень красиво, очень классно. Вот. То есть, ну, вот то, что я хотел рассказать про путешествия, наверное, про пещеры. И, как бы, сейчас я тут листочек посмотрю, что я еще накидал. Было чуть-чуть. Да, и вот, в принципе, ну, после этого я еще ездил по Крыму. Ездил там, есть очень классный, но более глубокий уже. Есть пещера указательная, например. Она представляет для себя сплошной шкурник. Ну, то есть, ширина примерно как это окошко, только глубина уже 180 метров. И, как бы, залов там практически нигде никаких нет. Ты просто лезешь вниз, 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 вниз. Чуть-чуть пролезаешь еще в какой-нибудь шкурник. Опять вниз, опять вниз, опять вниз. И такое тоже сомнительное удовольствие. Но мне вот оно почему-то нравится. Не знаю, что со мной не так. Значит, и, как бы, в продолжение опять, наверное, этой темы. И, возвращаясь к теме Татарстана, у нас есть очень... Нам даже, можно сказать, повезло, у нас есть такое хорошее место, называется Камское устье. Потому что там одновременно в одном... О, меня убавили. Да, я слишком громкий. На самом деле без микрофона хорошо слышно. Ну, я не знаю, мне дали микрофон, я пока могу без него. Значит, ну, продолжу так. Значит, и вот есть Камское устье. Чем хорошо это место? Для тех, кто там не был, надо обязательно съездить. Прям вот это отличное место, где в шаговой доступности рядом с... Как бы, так сочетаются такие вещи. Там есть скалодром, естественно, где можно полазить. Там есть штольни. Это вот, если вернуться назад, и такая дыра большая была. Это вот, или, может быть, дальше, я даже не знаю. Я уже запутался, как фотографии организовались. Но можно проместать. Вот, там есть огромные-огромные ходы подземные, называется штольни. Там раньше велась добыча известняка, сейчас это все заброшено. И для знакомства с подземными пространствами это, как бы, самое то. Да. Там очень красиво, вот даже на фото посмотреть. То есть, там слияние рекам и Волга. До горизонта не видно, в принципе, следующего берега. Вот видно сверху этот горизонт. То есть, как будто на море попал. В принципе, такая же ситуация. Есть скалодром, где можно полазить. Сейчас, наверное, появится фотография. Есть пещера Юлевская. Хоть многие после посещения более серьезных пещер к ней относятся как-то несерьезно. Я, на самом деле, ее очень люблю и уважаю. Потому что она, хоть и без вертикальных участков, но достаточно сложных прохождений. Там есть, опять-таки, и шкурники, есть и залы, и натечное образование очень красивое. Вот, там вот есть вот эта скалова. И есть еще, наверное, один кадр, только показали про пещеру. То есть, про вот это вот место. Там есть такой зал, называется Камбала. Вот, и чтобы туда пролезть, зал называется Красный зал. Вот ход, вот вылезает от головы, называется Камбала. И он имеет такую продолговатую форму сечения. Оттуда очень непросто вылезти. И обычно все, кто вылезает, они, если человек либо полненький, либо плохо застегнул штаны, он обычно не взлетит штанов. И у нас, как бы, вот в группе есть такие фотки, когда человек вылез там и в такой очень веселый позе получился. И многие называют это место, как бы, рождение. То есть, потому что оттуда вылезаешь очень сложно, очень непросто. И еще и без штанов. То есть, очень такое хорошее сочетание. Вот. Ну, вот, в целом, как бы, коротко я про какие-то свои увлечения рассказал. Если кому-то что-то интересное, когда, либо сейчас, либо потом, это уже, как модератор скажет нам, Вера. А видео мы как-то расскажем. А можно сейчас про Камбская устья. То есть, у нас, ну, видео коммерческое. То есть, мы его делали, чтобы продавать корпоративы. Да, но я сейчас никому не хочу, что продавать, честно. То есть, отнеситесь, пожалуйста, к пониманию. Другого не было. Вот там, вот оно где-то идет. Он там говорит, что жизни не видим, работаем. А вот тут, как-то, интересное место такое будет. Ребята, все приедут в Камбская устья. Вот сейчас покоряются правы, лазаются с проходкой. Они никакие не спортсменные профессионалы. Просто сегодня приедут сюда, бороться с своими страхами и достигать своих решений, как применитых, как применитых смех. Всем советую приотребать свои страхи. Самый сильный способ – это победить себя, свой страх. Вот никогда ст ¿узбера, вы знаете американец? Продолжение следует... Правда, в общем-то иностран reasons. Да, правда, но где-то. Из-за этого нет никакого анимации. Желаю каждого дочек aquesta. Здра täll yoroda ГМи meinen, это то Tsuiroot 1930. Есть ребята, Един initiative, зам Peter Cannes 2 noi. А поск jobbar уж в том, что то сейчас. Лучка мобильní новинке. R. знать 100 лет – это боевый bus. Харь、 блачке к tradition, Collヨеттс Th avenars. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Продолжение следует...